Божьи слова на каждый день В течение нескольких тысяч лет некоторые согрешившие приставы-исполнители были уничтожены, некоторые и поныне содержатся под стражей и переносят наказание. Это то, с чем должно иметь дело каждое существо в духовном мире. Если они грешат или совершают зло, они несут наказание, что полностью совпадает с Божьим подходом к избранным им людям и служителям. Значит, будь то духовный мир или материальный мир, принципы, которым Бог следует в своих действиях, не меняются. Вне зависимости от того, можешь ли ты видеть Божье деяние или нет, их принципы не меняются. Повсюду Бог применял те же самые принципы в Своем подходе ко всему сущему и в том, как Он обходился со всем сущим. Это незыблемо. Бог будет добр по отношению к тем среди неверующих, кто живет относительно лучше и предоставит благоприятные возможности тем верующим разных религий, кто ведет себя хорошо и не совершает греха, позволяя им исполнить свою роль во всех вещах, находящихся под управлением Бога и делать то, что они должны делать. Аналогично среди тех, кто следует за Богом, среди избранных им людей, Бог не дискриминирует ни одного человека в соответствии с этими его принципами. Он добр по отношению к каждому, кто способен искренне следовать за Ним и любит каждого, кто искренне следует за Ним. Лишь для этих нескольких типов людей, для неверующих, верующих различных религий и для избранных им людей, все то, что Бог дарует им, различается. Возьмите, например, неверующих. Хотя они не верят в Бога, и Бог считает их домашним скотом, среди всего сущего каждый из них имеет пищу, свое собственное место и нормальный цикл жизни и смерти. Те, кто совершает зло, несут наказание, а те, кто творит добро, получают благословение и Божью милость. Вот такие дела. Для верующих, если они в состоянии строго соблюдать религиозные заповеди на протяжении всех своих жизней, тогда после всех их возрождений Бог в конечном итоге обратится к ним со своим воззванием. Аналогично для каждого сидящего сегодня здесь, будь этот человек одним из избранных Богом людей или служителем, Бог также заставит всех подчиниться и определит их конец в соответствии с правилами и управленческими постановлениями, которые Он утвердил. Взгляните, среди этих нескольких типов людей, среди различных типов верующих, которые относятся к различным религиям, дал ли Бог им жизненное пространство? Где иудаизм? Препятствовал ли Бог их в вере? Вовсе нет. А как насчет христианства? Бог ни в малейшей степени не мешал. Он позволяет им следовать их собственным процедурам и не говорит с ними, не дает им никакого просвещения. Более того, Бог ничего не являет им, как бы говоря, «Если ты думаешь, что так правильно, то верь таким образом». Католики верят в Марию, в то, что именно через Марию была передана весть Иисусу. Такова их форма веры. Но разве Бог хоть когда-либо корректировал их веру? Бог дает им свободу действий. Он не обращает на них внимания и дает им определенное пространство для жизни. А по отношению к мусульманам и буддистам ведет ли он себя так же? Бог также установил для них границы и позволяет им жить в рамках своего жизненного пространства без вмешательства в соответствующие верования. Все хорошо организовано. А что вы видите во всем этом? То, что Бог обладает властью, но Он не злоупотребляет Своей властью. Бог организует все сущее в идеальном порядке. В этом Он систематичен. В этом проявляется Его мудрость и всемогущество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok